Прогнозы или графики, которые показывают степень развития подключений. Потребовалось 100 лет для того, чтобы 1 миллиард человек получил возможность связь по телефону. 25 лет потребовалось на проникновение мобильной связи. И мы считаем, что за 15 лет количество подключенных устройств будет 50 миллиардов. Следующее. Что будет являться стимулом все большего количества подключенных устройств? Мы уже упоминали. ЛТЕ. Это действительно технология очень быстро внедряется. Скорость передачи данных в сотни раз выше. Следующее, пожалуйста. Задержка. Это очень важно. Вы видите, что при внедрении ЛТЕ. Сегодня уже упоминалось. Задержка падает очень сильно. Мы эти поколыки еще посмотрим. Низкая задержка нужна для целого ряда технологий Internet of Things. И в особенности она важна для электроэнергетики. Следующий слайд, пожалуйста. Предполагается, что к 2019 году 80% населения будет находиться в зоне действия сети ЛТЕ. Следующий слайд. Значит, если смотреть на сегодняшнюю картину, подавляющее количество устройств, 60% устройств используют GPRS-технологию. Сейчас только 1% устройств используют ЛТЕ. К 2019 году 20% устройств уже будут использоваться в ЛТЕ. И количество производимых устройств, 40% из них будет иметь возможность подключаться к ЛТЕ. Следующее. Значит, почему это важно для электроэнергетиков? Вот тут приведены требования в соответствии с стандартным статагеном 850 для разных приложений. Но, к сожалению, прочитать нельзя. Но некоторые приложения, они позволяют работать с задержками нескольких секунд. Но для устройств автоматизации распредсетей задержка должна быть от 20 до 3 миллисекунд. Вот технология ЛТЕ, она позволяет обеспечить задержку от 10 миллисекунд и выше. То есть в этом устройстве можем отсечь те технологии, которые могут обеспечиваться технологиями электроэнергетическими, которые могут использовать в ЛТЕ. Следующий слайд. Продолжение следует... 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 мы можем закончить, но сейчас мы в процессе. Да, 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 я ждал, нет проблем. Спасибо большое, и извините опять же за изменение. Хорошо. Здесь я, может быть, только перечислю технологии в электроэнергетике, приложение, вернее, электроэнергетика, которая опирается на технологию интернет-акцентр, в первую очередь это смарт-метеринг, умный учет, достаточно широко внедряемые технологии. Это электромобили, управление энергетическими сетями, demand response, управление, так сказать, потреблением. Давайте следующий слайд. Значит, вот эта вот технологическая карта. Когда мы берем любую электроэнергетическую, так скажем, цепочку поставки электроэнергии, то она включает в себя четыре цепочки. То есть генерация, передача электроэнергии, распределение и потребление. Естественно, все это базируется, ну не все, а очень важна роль коммуникации в этих технологиях. И устройства, которые находятся на современных объектах электроэнергетики, они действительно очень мощные. И я вот хочу рассказать об одном проекте, который делал Эрикс, это научно-исследовательский проект по автоматизации распредсетей. Когда мы берем большие распредсети, сложные распредсети, например, современные города, то здесь возникает проблема надежности электроснабжения. И мы столкнулись с тем, что централизованные системы управления электроснабжением, они не всегда подходят по таким требованиям, как в первую очередь масштабируемость решений, во-вторых, это время реакции на какие-то чрезвычайные ситуации, ну и третья, конечно, общая проблема централизованных систем – это их надежность. В том смысле, что, так сказать, при выходе из строя какого-то центра управления вся система теряет возможность нормально функционировать. В то же время в электроэнергетике появляется огромное количество серьезных компьютеров, которые ставятся на подстанциях разного размера, на, собственно говоря, линиях электропередач. И вот этот интеллект, распределенный интеллект в этой системе, он позволяет реализовывать распределенные системы управления, которые при использовании, в общем-то, соответствующих алгоритмов искусственного интеллекта позволяют очень эффективно решать проблемы, в данном случае, надежного электроснабжения. И вывод здесь какой может быть, что, собственно, возможно, мы сейчас наблюдаем определенную смену, что ли, парадигмы использования централизованных систем управления. Потому что в каких-то приложениях, да, действительно, вот такая простая и дешевая периферия, которая управляет централизованными системами, она важна, и эта концепция, в общем-то, существовала и должна развиваться. В других приложениях роль централизованных систем управления может сводиться к тому, что они должны формировать алгоритм работы вот этих вот распределенных устройств, соответствующие текущей задачи, и, в общем-то, загружать этот алгоритм, забрасывать его туда. Дальше распределенная система управления может замечательно, и, я думаю, даже лучше в некоторых случаях, чем централизованная система управления, по тем причинам, которые я назвал, решать такие задачи, как, собственно говоря, определять и оптимизировать производственный процесс при электроснабжении, теплоснабжении, галлоснабжении, в транспортных системах, вывоз мусора, ну и в огромном количестве других, в общем-то, вещей. Следующий, пожалуйста. Несомненно, интернет вещей – это не просто облако, ну, как мы все прекрасно понимаем, и какие-то интеллектуальные, более-менее интеллектуальные устройства. Это целая инфраструктура, которая должна иметь возможность управлять программным обеспечением на устройствах, управлять теми сетями связи, которые пользуются устройствами. Конечно же, это не только сети соцсвязи, тут упоминались Powerline Communications, это могут быть абсолютно разного ряда устройств. Несомненно, это должны быть какие-то шлюзы, гейтвей, которые позволяют внешним платформам, которые могут быть расположены где-то в облаке или не в облаке, это могут быть частные платформы или топливные компании, которые могут получать доступ к тем данным, которые находятся на устройствах, или, в общем случае, каким-то функциям, которые эти устройства могут предлагать. То есть это в определенном смысле такая виртуализация функций вот этого вот распределенного облака интеллектуальных устройств. Следующий, пожалуйста. Несколько слайдов очень коротко о разных подходах, которые могут использовать, значит, компании, которые подключают вот эти вот интеллектуальные устройства через эти соцсвязи. Первый подход – это просто покупать сим-карту у какого-то оператора вставлять. Собственно говоря, никаких особых технологий нет, но у него есть ряд недостатков у этого подхода. В первую очередь это область покрытия. Можно? Следующий слайд. Вот здесь реальная карта с реальных слайдов двух операторов одной и той же территории. Ну, вы видите, даже в углом замена, что области покрытия разные. Вообще говоря, сеть проектируется на то, чтобы покрытие в определенной зоне было 95%. Ну, естественно, если это населенный, это область. Для того, чтобы достичь вероятность 99%, нужно использовать, иметь возможность подключаться по крайней мере к трем сетям. Следующий слайд. Здесь нам помогает развить технологии сим-карты. То есть сейчас есть сим-карты, которые, в принципе, можно перепрограммировать удаленно, дистанционно. Следующий слайд. Если эта технология используется, то вы, в общем-то, можете на лету перепрограммировать эту сим-карту с тем, чтобы она могла работать в сети одного или другого оператора мобильной связи. Дальше. Ну, если вы не хотите использовать эту технологию, тогда можно, в общем-то, прибегать к модели виртуальных операторов мобильных сетей. Ну, вот, собственно, это, наверное, наиболее сейчас часто используемая модель в мире, пожалуй. Все, у меня все это. Что такое виртуальный оператор? Ну, виртуальный оператор – это оператор, который не обладает собственной инфраструктурой сети доступа. Вот. И, фактически, но, тем не менее, выпускает сим-карты. У него есть свой HR, своя база данных абонентская. А сим-карта, где бы она ни находилась, она всегда находится в рубинге. Все. И, собственно говоря, у вас есть возможность выбирать любую доступную мобильную сеть. Вы можете устанавливать приоритеты с помощью определенных методов. Большое спасибо, Олег. Коллеги, если есть вопросы, если нет, тогда я хотел бы передать слово. Есть вопросы, да? Прошу прощения. Коротенький. Да, конечно. Какие способы есть геолокации без GPS? Нет, но в сетях SOTUSS давно развиваются технологии локации. Стабильные и, как бы, точные, чтобы нельзя было... Ну, самое первое, просто по идентификатору базовой станции. Вот. Они работают в технологиях, в сетях 2G. Но, к сожалению, у них, конечно, точность локации, она невеликая. Да, фактически существует территория покрытия какой-то базовой станции. В сетях 3G и в сетях 4G, где, ну, в общем-то, можно достаточно более... Можно более точно мерить расстояние до мобильного терминала от базовой станции. В принципе, точность локации может быть выше. Но она никогда не будет такой точной, как в сетях спутниковой системы локации. В силу... То есть, GPS вообще дороже, чем вот эти способы? Эти способы, они не требуют дополнительного оборудования. Они реализуются просто прикладными платформами, которые подключают сети радиодоступа и получают информацию о измерениях, о дальностях между мобильным терминалом и соседними базовой станциями. Собственно говоря, они используют только ту информацию, которая есть и так. Никакого дополнительного чипа или еще чего-то здесь не требуется. Их-то изменит в терминале вообще. Ну, а еще раз. Они... Кстати, у меня вопрос тоже по поводу assisted... Вы знаете, есть assisted GPS, да? Технология, которая использует первичную информацию, передаваемую мобильными сетями о местоположении абонента, с тем, чтобы далее более точно определять местоположение абонента уже используя технологии GPS. Мне вот здесь интересный момент, что, в общем, мне кажется, уже давно на такое время и технология для этого есть, для assisted GLONASS. На самом деле, я знаю, все же на Америке один случай использования внедрения технологии assisted GLONASS. Вот, а по поводу использования технологии в России, я просто не знаю. хотелось бы верить, что оно есть, потому что сделать это, в общем-то, можно и нужно.